покажу какой сигнал на антене вот тут три витка тут управляемая тесла как ее называют некоторые тут больше похоже на катушку зажигания вот шняга которая должна будет погасить звон транзистор 24 вольта на него примерно 23 примерно вольта подается и 24 генератор оттайл идет на 74 гхц 00 можно регулировать смещение по отношению к этому генератору как бы синхронизации идет импульс и транзистор импульсом включаю вот на антене что творится и То есть как идёт звон, идут затухающие колебания. Её точняга ничего не убирает, никаких там затухающих колебаний не убирает. Тут намотана, не знаю, примерно где-то 15 метров намотана вот эта катушка, может меньше немножко, теперь на коллекторы какой сигнал посмотрим. На минус это хорошо, в принципе. Вот, 24 вольта, потом вниз идёт, пробивается сигнал и потом идут выбросы, затухающие колебания даже на коллекторе. Вот именно такие выбросы. А, вот это обратная дастик. У меня тут транзистор 60 вольт, вот сколько вольт обратная дастик. Почитать можно. Один, два, три, четыре, пять, где-то 6 вольт, ещё 10 вольт. И потом экономные лампы не горят. Может нужно было бы длительность увеличить. Длительность увеличивается вот этим конденсатором. Вот, схема этого синхронизатора. Тут выходит сигнал, вот тут входит в эту точку. Этих диодов не ставил. Этого резистора входит в вторую ножку, выходит из четвёртой ножки. Такие с другой стороны. Это 8, 9, 10 и с 11. Потребление системы 24 вольта или 23. И 100 миллиампер, где-то 100 миллиампер. Потому что очень короткий импульс. Немножко удлинил импульс обратно. ЭДС где-то 60 с чем-то вольт. Вот подключил лампы нагрузку. Питание 5,6 ампер, где-то 23 вольта. Потому что немножко бросело у меня. Провода тонкие, которые идут. Поэтому немножко проседает прям выше нагрузки. Провод даже тёплый. Или мне кашля. Аккумулятор последовательно с блоком питания. 12-14 вольт. Потому что раньше ставил два аккумулятора. Но два аккумулятора. Если что-то не так сделаешь, там сразу такой ток попроток. Аккумулятор перепалит всё этот. Хоть защиту имеет. Я так транзистор один сгорел. Вот лампы 60 ватт. 53 ватт. 40 ватт. Горят на каких-то 60 вольт. Мог бы и выше зажечь, но ток вырастает, что потом защита срабатывает. Лампы в заземлении не горят. Откачеры горели. Тот, который спалил, он был там 30 ампер. Кажется, я поставил 110 ампер теперь. Вот это. Вот шляга не убирает этих затуханий. У меня тут не касался контакт резонансного конденсатора 0,01 микрофарега. Вот с ним ярче горят лампы. А потребление меньше. Потребление 4,5 ампер. Теперь где-то на их 120 вольт. Вот и подключил параллельно им эстелограф. Параллельно выходной обмотки ступенчатой катушки. Она намотана всегда в одну сторону. Вот так вам. Мотается. Потом так. Мотается. мотается, мотается, мотается... так... потом... так... мотается, мотается... и вот так... и вот тут он выходит... Вот... он видит, как синус очень зашкаливает... что у меня влазит двосциллографом или у меня тут 10 вольт клетка максимально пробую подвигать импульс у меня же можно его смещать не знаю, вот тут какой-то импульс виден но это он или не он не знаю 12 вольт 13 вольт теперь запустим у меня что-то у меня что-то не сдвигается импульс может перегорелось влазит 74 в hc 0,0 вот... нет никаких импульсов а затухания влазит возможно у меня порчена микросхема в hc 74 в hc 0,0 потом хотел показать смещение как происходит не покажу в хм 0,0 0,0 0,0